немножко даже даже с густотой потом там где будут цветки мы все равно протрем и будем в эту сухомяточку заносить заносить рисунок хорошо поэтому набери достаточно достаточно мощно не можете себе разбил бирюзы чуть-чуть разбил бирюзы что под цветочки и можно прямо пока тряпкой на это место нагнать ну постепенно будем сегодня давай сначала так не надо то есть нагнет понагнетаешь сюда вот этих ребят вот этих ребят но сначала чуть подобрешь понагнетаешь понагнетаешь осколком тряпочки зеленотик который будет из голубого немножко желтого тоже немножко пространство здесь оставим и коричневый голубой коричневый да смуглую историю на швыряешь пока тряпкой вот эти следочки хорошо смотри как они хорошо швыряются неким острием тряпки давай заложишь так и не вы и заложишь желтотой и коричневым перебивать чтобы она не была уже таким откровенно зеленым коричневой перебивать будет желтота вместе они немножко развеселят эту историю так много краски скользит под пальцами не хочет моделироваться раз разобрала это дело и вот в эту сухомятку она как раз хорошо входит сухомяточку хорошо входит хорошо не 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 скользить должна под пальцами ладно давай ну и там дальше эти крупные уже раздавливая вот они сразу но палец вообще заточен рисовать эти лепестки вот прямо зато немножко вот такого цвета хорошо и здесь и немножко здесь и немножко так и рефлексик как свет проник через блик да и ударился на тут на ту часть стекла плюс он же еще и здесь звякнул коричневый не забываем когда работаем с зелеными иначе будет слишком зелено простецкий зелено хорошо коричневый спасает вот ну ширину наверное может быть поправить чуть-чуть расширить хорошо может быть даже вот такой вот дымчатость в той части и очерченность в этой части разные подходы осуществить здесь дымчатый и очерчены здесь дымчатый здесь очерчен и из-под теневой свет святое дело причем смотри совсем не обязательно чтобы здесь была такая активная разница можно даже обобщительно у него фотография он может только то что видит мы можем еще кое-что смотри я обобщил кусок я убрал эту грань коричневый и не коричневый и она ушла туда правда она стала вкусненькой есть такое да еще очень не хватает белизны вот здесь все таки должен должна плоскость выскочить к нам показать ее присутствие здесь внятная хорошо плоскость лежит известно что чуть-чуть вот эти настроения создать не спадающие хорошо и тоже чуть-чуть попридавить вот такое мерцание до создать ты эту занавеску тоже планируешь на месяц ну боюсь что нам на нее времени не хватит поэтому пока пусть плоскость потом разберемся вот по новому пятно может быть понашвырять тоже какой-то организованности пятна чтобы это было не скучное пятно а с какой-то только там самый угол уперся белый не надо упирать в угол пусть он будет где-то вот здесь чтобы все устремилось к центру композиции все напряжение в картине а это напряженный кусок чтобы она устремилась к центру композиции поэтому здесь чуть-чуть подбросишь его хорошо щупай и действуй ой какой цветок хороший смотри как ты преуспеваешь цветоведение не хватило пороху на цвет на форму хватило на цвет немножко не хватило смотри какой праздник а то не было праздника прозрачненькость той теневой да смотри вот и и формой очень хорошо научилась работать, молодец. Касание сделать более ядовитым, в пользу более откровенного фиолетоватого, разбеленного, чтобы они отделились от стены, хорошо? Они немножко набрали в себя цвета стены, побороть это за счет фиолетоватости. Ну тоже там фиолетоватого как раз не хватает. Создашь условия для фиолетоватого, потому что негде все мыть, и тогда он перемерет. Голубой, розовый, вразбили, ну чтобы фиолетоватого. Так. Вот здесь светлый листик совсем не интересен. Смотри, какой там хороший звук темного цвета. Пусть аж вот так обнимет. Пусть аж зачеркнет чуть-чуть. Может быть даже вот так как-то. Здесь сработать еще. То есть поищи это место. Чуть-чуть можно показать идею стекла и его собственного цвета. Вот положить светлотик и прямо по светлотику. Вернее, по темнотикам пройтись штрихом. Там этого нет. Но это фотография. А мы себе такое позволяем для того, чтобы прозвучало. Круглость прозвучала. Пустоватое пятно. Еще чем-то его наполнить. И мутно, и прикольно. Уже не односложно, да? Вот это пятно все-таки взятнуть нарядным цветом. Очень нарядным. Тогда будет сразу выражена идея... В общем, выразить эту идею прозрачного стекла. Здесь все теневая. Кроме каких-то звуков чуть дальше. Так, из-под теневой свет должен для нас везде, везде, везде преследовать. Очень сильный ход. Свет из-под теневой. Очень художественный. Сразу воздух появился. Она сразу встала в пространстве. То есть помним эту хитрость и всюду-всюду ее используем. Но именно из-под теневой. может быть, сюда зеленой вонзить. Может быть, даже нарядный. прикольно? Ну, что-нибудь тебя вот сейчас, когда я обратил внимание на твое, что здесь у меня, я знаю, что здесь не так. Вот ты сейчас можешь определить, что не так? Я вот это не нравится, а вот это мне не получается. Вот это белый. Вот это белый. Нету белого. Нету белого? Вообще нету. Вот белый. Вот в полную силу белизна. Здесь совсем не белизна. Вот белизна. Вот белизна. Но не здесь. Ну и расчесывание, конечно. Ну и что, что ты стала прописывать? Что, оно стало от этого красиво? Нет. А ведь предупреждаю. Что ничего хорошего из выписывания нашими силами, силами новообращенных, да? Ничего из этого хорошего не получается. Поэтому лучше сделать красиво жестом, чем дурно выписывание. Но мы не верим. Нет, мы сейчас выпишем. Чтобы выписывать в академическом смысле, нужно съесть собаку. Это что, прямо в смысле с холода? Да. Прямо перед работой. А вегетарианцам что-то не было? Вообще никаких шансов. Вегетарианскую собаку есть. Есть колбасу из собаки, она без мяса. А пуд соли подойдет? Или хотя бы пуд соли перед работой. Но это надо вместе с кем-то, пуд соли вместе с кем-то едять. Да. Ну, побольше. Вы меня тоже хотите заставить пуд соли, да? Ну, есть. Мы его ели. Я уже поел в этой жизни. Вот русскому человеку все время кажется, что если он будет академически, в живописи кажется таким, что если он будет академически высок, то это автоматически приведет к успеху. Ничего подобного. На Западе масса людей берутся за кисти, будучи всю жизнь врачами, еще кем-то. И вообще не думают о том, что они должны научиться рисовать. А вот то, что они должны научиться делать вещь, они об этом думают. А это немножко разные категории. Поэтому у них и выставки, и шмыставки. Наш новичок скрывается от глаз зрителя, чтобы его не побили камнями. Я вот еще подрасту потом, потом, потом. А там и жизнь закончилась. Косматенький вид. Они более простые. Может быть, даже сначала положить белый. Здесь ситуация сложноватая. Смотри. Сначала кладем белый. Белый кладем. По направлению кладем. Кладем, кладем, кладем. А потом берем и заезжаем туда теневым цветом. Да? Извиж, палец, он сразу оставляет лепестковый мотив. А мастихийный кисть тоже. Кисть, конечно, оставляет нужную. Но не в наших, немножко не в наших руках. Вот где белый. Вот он там. Ярый, наряден. И, смотри, балован. Балован. Ладно? Угу. 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 Потом немножко красочкой беленькой, чуть-чуть, не перекрасить, а акцентами. И сей готов. Да зря ты вот какой-то непонятный, ну не может он быть гениальным еще. Ты ему дай быть хотя бы приятным. Понимаешь, прозрачным, приятным. Потому что это вот твое сразу страстное желание отличиться в вырисовке. А лучше пусть будет приятное на вид. Не надо из него делать великое рисование. Вот такой прозрачный. И так понятно, кто такие. В меру этой прорисовки. Понимаешь, все в меру прорисованы, без этих переборов. Вот все-таки не прозвучало. Сейчас, сейчас, сейчас. А, да. Сейчас, сейчас, сейчас. Ощущение света пронзившего. Понимаешь? Ну вот если хочешь, ну вот этот мой, мой светлый оставь. А вокруг может. Ну вот пусть даже так. Ну там слишком мало пространства. Вы же сузили. Я бы вообще эту дырку заштопал. Пусть непонятно как там закончится. Чуть-чуть бы намек на листикек дал бы по другой траектории. Ну, что-нибудь такое. И все, Лигуя, хватит. Молодец. Спасибо. Спасибо.